здравствуйте а кто это у нас дома а это я дома у кого сегодня выходной это у меня выходной всем привет 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 кофе с утра просто с пеночкой со сливками вот о чем мечтала на дом 2 поеду обязательно заберу с собой кофе отсюда до выспалась я вчера очень поздно приехала я думала выйти еще прямой эфир вчера вот но я очень поздно приехала вот должна была сегодня утром выезжать с поляны домой но это подумала думаю в ночь лучше поехать потому что сегодня воскресенье сегодня все сдачи начнут ехать обратно в москву я представляю какие пробки там были бы какие сейчас пробки там вот так что я ночью и дома сегодня у меня целый день я здесь балдею какой какие дела поделаю быстренько до обеда вот сейчас я с вами поболтаю соберусь это доеду там до банка еще там кое-куда нужно встречу встретиться еще нужно там вот и это и и и и все и в принципе я как бы до магазина быстренько чего-нибудь сваргану себе покушать и буду весь день балдеть дома а завтра утром поедем уже на поляну с вами и бирж виниров ставчу я вообще шляхнутая что ли у меня свои крепкие зубы пускай не шибко ровненькие но это можно сделать скульптурирование губка губку господи зубов а я не хочу себе простите извините вот эти вот чё толку то вот это вот тоже вот меня вот поражает да там я не знаю уже там после не знаю может быть там после пятидесяти там что-то зубами начинать делать да как бы нужно просто эстетически за ними хорошо следить и все чтобы было и гены не сглазить благодарю как бы родители дают как бы генетически мне передались нормально еще раз не сглазить вот а так что за обманы блин весь рот в винирах генетически же ты детям все равно свой код ген генетически передаешь как бы от того что ты налепила на себя зубы там сделала сиськи и там не знаю подтяжку там пластику лица носа и все остальное маленький то от этого как бы появится не 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 вот такой вот как бы тюнингованный надо генетически чтобы было все хорошо они вот это вот все налепить на себя и как бы и прыгать бегать радоваться жизни чему радоваться непонятно свои зубы стачиваются и очень хорошо да я не спорю то что они стачиваются но пока ребят пока жуется буду жевать как бы не надо я не хочу ничего делать с ними у меня прикус неправильный если вы не заметили у меня нижняя челюсть вперед немножко да вот так как у бульдожки вот можно было бы поставить брекеты конечно не спорю но и с брекетами носиться ходить вот это вот все но это можно было бы сделать тем более у меня это приобретенное потому что я сисю сосала аж до двух с половиной лет по моему у меня челюсть прикусы прикус нарушен был пожрать то я люблю вы же знаете поэтому у меня нижняя челюсть чуть-чуть вперед у родителей как бы нормально все с прикусом ты говоришь у меня приобретенные это не генетически вот а вот это вот виниры ребят это стачивать нужно свои зубы чтобы вы понимали сточить свои зубы и на эти зубы будут надевать уже как коронки знаете вот это вот красивую белоснежную унитазную улыбку ну блин ребята ходить лацкать так лебеж почему я не знаю давайте не на эту тему конечно от перекройки себя дети все равно получится генетически как бы как гены по другому никак так что тут вставлять себе венера не вставляет это же в китае по моему муж подал в суд на жену причем у него безумно красивая жена как бы да и а муж очень обеспеченный вот они сыграли свадьбу и родили по моему троих детей и он подал на нее в суд то что получается а я он не понимал по какой причине дети получались очень некрасивые ну вот от слова честно да я могу сказать то что ну не бывает некрасивых детишек да ну нет такого да они маленькие пуптики потом уже вырастают как бы уже там более менее понятно ну а тут как бы действительно генетически ну не похожи были ни на мужа ни на жену как бы и вообще ну как будто вообще ну чужие дети и вот вообще как бы а потом выяснилось что она сделала там себе около там 30 операций пластических до встречи со своим супругом как бы до этого она показали фотографию до какая она была и фотографию детей это дети копия она только до пластики понимаете и муж когда понял он подал в суд на жену то что она его обманула как бы потому что она ну логично что не является тем объектом обожания о котором он как бы всю жизнь мечтал ну вот что-то типа этого но это конечно жестоко с одной стороны да как бы ну является ли это обманом я не знаю но факт в том что как бы ну вот так вот ничего не меняя о чем не менять на доме 2 даже выходные бывает но если очень хорошо попросите если тебя на доме 2 любят вот то можно да выклинчить выходные как у тебя сейчас отношения с черно ребят нормально нейтрально вот так вот я могу сказать она занимается ребенком в большей степени не так часто приходит в общий дом здороваемся по утрам ну если какие-то темы есть да обсудить ну начинается как бы у нас разговор там на кухне же не будешь молча сидеть и жевать там что-нибудь особенно с утра там в обед вот ну нормально так перекидываем все словами без агрессии вот так я могу сказать я даже йосе вчера на конкурсе за иммунитет поставила 3 балла 3 из 3 ну он творчески так подошел конкурсу вот могла бы упить единицу конечно но поставила троечку потому что ну так посмеялась выступил так смешно лебеш классное спасибо муж глупый если любит какая разница не спорю разницы никакой но насколько я поняла вы же сами понимаете да я только ну вот сказала вам то что это очень обеспеченный мужчина и искал он женщину просто вот именно визуально чтобы ему легла на душу и все там обязательства я не думаю что там великие чувства любви там понимаете да просто как бы под стать себе вот нашел вот такую и характер нормальный и вроде и внешне такая прям чика-пика вот а а наследники оказались больше в маму тебя любит это круто искренне настоящее спасибо давайте не будем об этом пожалуйста не хочу с утра уже говорить о бывших готовить будешь сегодня помню твои оладьи ой лучше не вспоминайте нет готовить не хочу сегодня а давайте с вами на вечер закажем суши или пиццу что-нибудь такое хочется побалдеть черно не очень с димой ну логично что у них не особо там любовь великая нет я не ведущая там участница юсиф прикольный ну поржать так чисто да нет али не ушла с проекта али осталась с кем бы могла построить отношения из парней на поляне никого не рассматриваю пока девочки серьезно у меня не тот возраст чтобы как бы в омут с головой вот серьезно честно вообще близко даже знаете как бы я больше чем уверенный ведущие бы пошли и мне навстречу все остальное знаете как бы я уже девочка не про картинку мне не нужна просто картинка чтобы как бы сделать это объектом обожания нет мне внутренний мир очень как нужен и важен на мужчине пока нет такого ну ничего посмотрим что да как с ребятами пока общаемся разбираем и темки и ситуации сложные достаточно на проекте я не смотрела дом 2 это вот сейчас я только начинаю разбираться кто с кем куда как и что у них происходит по мне так честно могу сказать да ну самые такие тяжелые ситуации которые на проекте есть это тигран наверное с юлей потому что там вообще они ну вот он ну ладно даже говорить не буду потому что там трэш это такая ненависть друг к другу что хоть стой хоть падай это прям вот ну аж трясти начинает человека ну просто вообще подкидывает потом вообще в принципе я считаю что пары я не знаю девочки можете быть со мной не согласны девочки мальчики да но я не верю ну хоть вы тресните я не верю в отношения после измен ну не верю вот вы хоть хоть убейте меня я не верю в отношения когда люди расстались уже попробовали других да как бы и потом снова сошлись и вот ну не верю я в это невозможно понимаете то что даже если люди проживут всю жизнь вместе вот это вот вот это вот это будет идти с ними по жизни и не будет вот этой легкости как была раньше не будет вот этой вот ощущение правильных отношений действительно то что ты с тем самым человеком ну не могу я себе представить этого и поймите это даже не из-за медийности да там например вот ты вся страна знает что он тебе изменял или ты ему изменила или как бы у вас были партнеры друг у друга и потом вы только сошлись да и то что на всю страну и как бы это как бы будут постоянно напоминать нет даже в обычной жизни понимаете да момент вот была пара они сошлись потом они разосрались разбежались все же родственники знают все друзья знают что они вместе были да как бы и потом они разошлись начали там пробовать строить другие отношения у них нихрена ничего не получилось и подумали что ну давай попробуем еще раз сойтись да опять сходятся и поверьте мне на каждом на каждом мероприятии семейном дружеском там не знаю на любом сабантуйчике и сидя там в заведении в ресторане всей большой вашей общей компании все будут желать вам счастья и говорить то что как же хорошо что вы все-таки одумались и остались быть вместе и то что вы поступили правильно но помнить о том что был вот такой вот нюанс и что они не честны друг перед другом и не верны друг другу будут все и всегда и каждый раз поднимая тост будьте счастливы будут всплывать вот эти вот моменты то что будьте счастливы а вот как бы но мы-то помним все помним и доверие друг другу а как а какое доверие может быть друг другу вот я не знаю за хлебом даже отправить страшно понимаете а вдруг там по дороге как бы опять что-нибудь моча в голову шляпнет а если поссорились между собой а если посрались между собой понимаете уже после того как простили измену обязательно в ссоре всплывет и измена а если не всплывет измены то все равно будет каждый думать что ага наверное назло может сейчас отчебучить что-нибудь ну как бы не могу вот это вот нельзя допускать грязюки нельзя серьезно как сказал один мудрый человек да сейчас я вам скажу точно не бойтесь начинать все с чистого листа чистого листа понимаете сейчас не будет начинать все с чистого листа ведь вы начинаете не с нуля а с опыта понимаете да поэтому если в отношениях уже зародилось вот что-то такое ну мне кажется это что одеев сани тоже каждый раз при каждой ссоре у них всплывает то что ты спала с этим а ты спал с этой а вообще вот это вот ну вот ну вот так вот да происходит каждая ссора она не проходит без вот этого нафига это надо пожизненно вы понимаете что это по жизни вот ты будешь идти вот с этим вот совсем не знаю или такое ощущение что люди после измены не отпускают друг друга чтобы максимально испортить жизнь друг другу понимаете да о чем я говорю не и не ушла я на выходном я не знаю что у бородиной честно давно не интересовалась видела ее один раз только на лобном месте и как бы она быстренько так шершит там дешевый сценарий даже переубеждать не буду вообще ни в чем дешевый так дешевый сценарий так сценарий вот смотрите санта-барбара хватит зацикливаться на одной теме а это между прочим очень живенькая тема так на минуточку и бирж как тебе и юша какой ебаров что тебе там нравится хоть один парень нет ну как так как как друзья поржать и все нет я думаю они не придут на проект как тебе диана она прикольная нормально да так по отдельности если каждого разбирать вроде и нормально который с лизой ну ребят во всяком случае я говорю же то что можно на него накидываться и говорить то что он не прав что про детей так нельзя что вот лиза беременная как бы то что ты говоришь это ее ранит да но во всяком случае он не врет понимаете сидеть с приклеенной улыбкой и говорить да я счастлив что елизавета беременна от вообще постороннего ну как бы для нас мужика да как бы и я готов воспитывать этого ребенка совместно ну понимаете это лицемерие я принимаю это это лицемерие ребята по факту он говорит в открытую то что блин для меня это просто ну трэш какой-то и от лизы отказаться не может да потому что но она ему симпатично это ну мягко так и вроде бы он пытается и с собой бороться как-то да то что как ну подавлять вот это вот все ну кристина тебя нет кристина меня не цепляет но во всяком случае ребят я вам могу сказать так когда мы с кристиной встречаемся на общей территории какой-нибудь да мы нормально здороваемся как бы и можем даже обсудить какие-то темы да или там ситуации ну все естественно касательно там вани или еще чего-нибудь там ну вообще просто перри перекинуться парой слов но я же не знаю что говорит кристина у себя в комнате там с подружками что она говорит там еще где-нибудь где меня нету как бы у меня за спиной надо посмотреть эфиры ребята потом я точно скажу что и как как бы какое у нее действительно отношение ко мне потому что она мне говорит как бы то что она что она мне импонирует ну как бы то что я она ко мне нормально относится вот посмотрим посмотрим я еще раз говорю как бы одно дело встретиться улыбнуться да там поздороваться и пары фраз любезно перекинуться и совсем другое уйти там куда-нибудь к себе в колуары да сесть с подружайками там или может быть с тем же иваном и перемывать косточки понимаете да если этого всего нету и не перемывает мне никто косточки не говорит ничего плохого то как бы все круто отлично будем продолжать ровным счетом также общаться ну как бы все отлично если там звучат какие-нибудь ну достаточно неприятные моменты они могут звучать будем откровенны да то наверное я попрошу кристину следующий раз говорить мне это в лицо а не где-нибудь там вот так вот века и тигран разыграли цена нет века и тигран не разыгрывали никакого сценария действительно тигран не сказав никому не ведут вообще никому он ее вот так вот вернул на проект в багажнике он ее вез чтобы вы понимали и провез через наш пост охраны багажник вот такие пироги самое главное да чтобы ребенок родился здорово но я вам могу сказать вот по поводу ген я не думаю что высокого роста конечно он будет да потому что ну ванка невысокий лиза я не знаю может у него у нее в роду кто-нибудь был не знаю короче но но то что красивый будет и физически достаточно развита я больше чем уверена не сглазит вот лизочка очень достаточно так как сказать спокойно ну она она погружена прям в саму себя да да есть какие-то моменты которые ей обидны но она максимально пытается абстрагироваться от каких-то конфликтных ситуаций от каких-то конфликтных моментов как-то ну чтобы не допускать вот стрессовых мне безумно нравится например на доме 2 я думаю выхожу на общую кухню делаю себе кофе сажусь и слышу кто-то поет я думаю батюшки действительно счастье она действительно как бы она счастлива что у нее будет вот такое вот маленькое счастье понимаете и это так круто я когда прислушалась она там что-то знаете все и ты понимаешь что блин это круто это круто несмотря на то что безответственно отнесся к этому достаточно иван несмотря на то что илья тоже особо сильной поддержки лизе не дает она для себя решила что все это ее и это их мир и и вот туда она ну не хочет пускать вот вот это вот все весь ужас который происходит вокруг нее честно она как будто в каком-то куполе вот таком вот знаете энергетическом который ее защищает она как будто светится даже по-другому ну вот знаете вот и скрип какой у вас рост 171 170 где-то такое а ты не хочешь от вани для себя ребенка нет я не хочу от вани для себя ребенка и для себя я тоже не особо-то вот хочу для себя я хочу в полноценной семье воспитывать маленького у меня выходной сегодня я думаю первоначально отнеслись до безответственно не спорю но вы поймите пути господни неисповедимы нет не активизировался ваня с крис расстались ой ребят честно вот эти вот расставания ухода с лобного посылания всех на три буквы знаете ну как бы ну это уже заведомо провальный момент это по это это проигрыш в этой борьбе кристина проигрывает проигрывает потому что не нельзя соперничать с еще не родившимся даже ребенка за внимание за какие-то там моменты нюансы вы понимаете да о чем я говорю этого допускать нельзя как бы он он ничего плохого не сделал для того чтобы как бы быть объектом ревности если согласилась на то что у ивана да будет вот маленький и лиза будет всегда в жизни ивана так же как и малой или малая вот в таком случае как бы не знаю это равносильно если сейчас там вика начнет тиграну предъявлять за то что тигран там хочет уделять там время больше там своим сыновьям или дальше там решать за кого в каком садике будет находиться ребенок или в какой школе будет учиться мне кажется тигран с юлей сами разберутся со своими детьми где они будут учиться кем они дальше станут ну как бы вика бы тут не при делах была согласитесь и когда кристина говорит я ощущаю себя в этой ситуации плюс один так ты плюс один ну как бы будем откровенны но она плюс один и она на это пошла и согласилась потому что она как говорит любит очень сильно иван все либо она с этим мирится либо как бы ничего и не получится она всю жизнь будет ну как бы с ребенком нельзя соперничать ну это бред какой-то ну вчера она во всяком случае наконец-то сказала правду что она терпеть этого не будет и не может и что она хочет расставить жесткие рамки в общении как бы ну вот в этих вот нюансах что иван должен сначала с ней советоваться по ситуации с ребенком а потом уже как бы идти к лизе мне кажется нужно было рамки расставлять в самом начале отношений потому что уже столько всего накочевряживали наделали что ну как бы какие рамки причем прикалываете все он он уже его уже его уже не обуздать нужен просто ну не знаю либо хороший дрессировщик чтобы объяснить да льву нужен хороший дрессировщик чтобы нет не не происходило вот этого вот всего привет из казахстана привет ну да нет я ее как девочку тоже понимаю только единственное что как бы ты ну голову то тоже включать взрослые же уже тридцатка вот будет в этом году 30 лет ну как бы это это возраст для девушки все начали там говорить ну за многое там жалко кристину и так и ся взрослые все-таки такие эгоисты просто слов нет вот все безответственно подойти к появлению ребенка безответственно подходить к дальнейшему его ну не знаю я вот честно а дальше же больше будет будет расти животик они будут больше проводить время с Иваном вместе а потом он начнет шевелиться внутри ну как бы там напоминать о себе все остальное как вот их половинки будут на это реагировать ну мне мне честно мне этого наверное никогда не понять потому что я настолько с трепетом отношусь вообще начиная от отношений дружбы и тем более рождение детей наверное до сих пор у меня еще и нету ребенка потому что я наверное я боюсь просто боюсь вот боюсь стать не такими хорошим родителем как например мои родители для своего страшно честно не могу я вот никак а вы вернулись не я просто на выходном ну да ой знаете я говорю опять таки все слова делите на 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 2 иногда люди садятся и с умным видом пытаются сделать и слепить говорят очень правильные вещи самое главное то что они думают и иногда то что у них действительно на душе в момент как сказать стресса это все вырывается наружу выплескивается и вот когда человек начинает истереть вот тогда вот нужно слушать что он говорит потому что в большей степени вот это и является настоящим отношением человека ко всей ситуации а не когда ты со спокойной холодной головой садишься на лобное место и начинаешь говорить очень правильные вещи как как ты совсем согласны и как бы вот все такое расскажи про дмитриенко уже дмитриенко съездил там не знаю на концерт а на спектакль в театр надежды бабкиной вчера вернулся да насколько я понимаю да вчера вернулся а что у него у него все нормально как бы он приблизительно описал как должна выглядеть и какой должна быть девушка которая может быть к нему придет на проект вот ведущим сообщил об этом не знаю может быть вот приход будет может быть к нему будет приход женский честно на развод подал вроде бы как бы сейчас вот там что-то какие-то нюансы с дележкой там жилья не жилья ну от алиментов не отказывается ни в коем случае говорит будет выплачивать все ровно ну как бы как присудит суд вот хочет чтобы суд тоже присудил ему те дни по которым он может видеть детей пипец у нас одни алименщики вот вы говорите лебеша вот ну что там с мальчиками на проекте одни алименты ебаров дмитриенко лёша одеев скоро скоро ваня барзиков да потом тигран с алибеков потом ну и все ну понимаете одни алименщики блин кошмар очень жалко детей что ли за как-то безответственно не знаю не знаю вот в плане кстати дмитриенко я вам могу сказать из него то как раз таки получился неплохой папа если вы не заметили как бы он очень много проводит времени проводил пока не запретили времени с девочками со своими для него как раз я видела что девчата девчата это прям вот центр вселенной и он прям ну все он на себе экономил но деткам все но дмитриенко вот в этом плане я ничего плохого не могу сказать какие бы у нас общение взаимоотношения не были но что он там плохой папа или уделял мало времени детям нет но извините оленька очень хорошо устроилась в этом плане как бы нет а заметьте кстати как у димы вот вы увидите в этот его приход как дима ведет себя без ольги вот называется он оторвался от нее до оторвался от ее вот этого вот влияния постоянно какого то там не знаю стресса ситуации негатива вот этих вот постоянно истерик да и какой он пришел на проект и что он говорит как он рассуждает он стал спокойней он выдохнул он ну как бы как мне кажется без нее он стал гораздо более как сказать уверенный что ли в себе наверное вот так я скажу да как бы он как будто ну поменялся во всяком случае в лучшую сторону без каких-то там истерик без каких-то там вот этих вот непонятных всплесков ну очень так рассудительное причем рассудительно по всем темам даже там например ну дмитренко и ебаров они никогда не дружили там между собой сейчас как-то пытаются найти общий язык да дмитренко и там барзиков тот же да у них тоже контры постоянно были сейчас как-то они нивелируют это все нет ребята подросли и с головой как-то начали 1 относиться ну как бы не все ребята но что я хочу отметить плане димы он стал более он начал улыбаться больше смеяться чтобы димка дмитренко чтобы вы понимали мы вчера играли все дружно в волейбол понимаете десять человек в одной команде там ебаров дмитренко как бы илья аня самонина потом или надо другой команде я барзиков а вот уже второй раз играли потом ебаров у нас был потом кто еще дианка да там ну как бы и мы мы все играли в волейбол чтобы вы понимали и ржали и прикалывались и смеялись как будто бы ну какой-то момент осознания пришел что но ребята ну не вариант вот это вот засер друг друга как бы но и так же высказываемся по темам как бы я со многим не согласна там на проекте и как бы ну не знаю мы бы при желании наладить отношения ребят вот у теграна с юли там очень все сложно очень сложно мне захотела снова смотреть дом 2 пипец она мне надо ну вот завтра будет эфир когда я пришла на проект и все дальше уже я буду в эфире ну хотя я вам не советую смотреть вот эту вот предыдущую неделю вот который будет неделя потому что ничего там хорошего если честно нету слезы оскорбление обзывательство разочарование вообще все в кучу с прошлого да со всеми общаюсь с прошлого прихода на проект да я со всеми общаюсь из позапрошлого я же 3 3 раза на проект возвращалась вот это третий раз бог любит троицу да вот вот со всеми с кем не конфликтовал я в принципе поддерживаю общение можете посмотреть на кого я подписан с теми общаюсь беж привет вы ушли с дома 2 нет мы очень рады твоему приходу спасибо дом 2 новости благодарю вас спасибо я тоже очень рада если честно да как бы я не думала что мне легко дастся так так возвращение на телепроект ну вот честно мне даже страшно стало вчера кстати тоже с черно кстати поржали она у меня спросила ну как тебе этот приход как бы как ты себя ощущаешь я говорю саш мне страшно стало от того что я когда зашла на в периметр на проект и села на лобное место на это бревно у меня было ощущение как будто я с него и не вставала как будто и не было всех этих годов которых и которые я не проводила на телепроекте дом 2 которые были здесь вот за периметром я села на это бревно и думаю про себя что такое чувство как будто блин здесь все так и было ну как то вот так и я очень быстро являлась и очень быстро поняла что у кого как происходит вообще не было никаких моментов таких вот что как-то неуютно дискомфортно реально вернулась в то место которое не родное что вот так вот долго думали о возвращении а а а вообще все решилось буквально за несколько часов чтобы понимали вот так вот я вышла в прямой эфир с утра с вами разговаривала сейчас поедем прическу сделаем съездим на встречу все остальное выйду в прямой эфир поболтаем пока мне делают прическу у меня планы были на день расписаны уже вот максимально круто понимаете да как бы у меня уже все вот и что я сижу мне делают прическу и ты дэнс а ты сегодня туда на проект да да нет нет все я на проекте мне кажется ли берш раскрылась и расцвела подождите я еще не целиком раскрылась я думаю я раскроюсь в новых отношениях совсем с другой стороны мы же с вами теперь уже умеем готовить правильно я же уже уме готовить понимаете потому что в прошлый приход я вообще не не бенни мэни кукареку на кухне как говорится вот потом что мы стали постарше мы научились себя сдерживать матом не ругаемся да если только так для красного словца все больше ни ни потом что еще как-никак появился гораздо больше жизненный опыт теперь а начали научились да ну как еще не до конца конечно но максимально как бы я стараюсь и пытаюсь уже все таки как-то как сказать изучать людей да как бы и уже мы с вами как обезбашенные дуры не кидаемся в омут с головой вот это вот я за 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 тебя все отдам там вот это вот все мы присматриваемся приглядываемся ну как бы уже так прощупываем как говорится да не 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 это курить еще не бросила к сожалению и учитывая где я сейчас нахожусь да на проекте у это будет сделать очень проблематично все-таки нервишки там подшаливают и под подсдают да с Лианой все нормально я ей не звоню как бы есть понимаете да когда я но она знает естественно логично своей на домике вот просто у нее сейчас малая да она наверное ей полностью занята и если созваниваться конечно она как любая подруга да она будет спрашивать все ли у меня хорошо все ли в порядке а я могу сказать то что ну вот последнюю неделю и логично что у меня все хорошо не было и сейчас ее грузить какими-то своими проблемами и переживаниями я не очень хочу вот я хочу ее пригласить в гости на дом 2 потому что мне вроде ведущие сказали что я могу подруг пригласить вот я бы очень хотела леру мастерков буквально на несколько дней хотя бы я понимаю то что у нее маленький как бы ну сынишка вот но может быть может быть получится чтобы она снова кузнецка прилетела буквально на несколько дней ко мне просто поболтать да как бы вспомнить былые времена там ну я не знаю вот так ну как-то мне кажется и вы были бы рады видеть также я и алянку бы хотела как бы ну пригласить просто поболтать у них тоже кстати свое видение на ситуацию вообще в целом да ну еще что касательно и меня и вани да они нас то знают уже миллион пятьсот лет как говорится вот вот любишь любишь а иван согласился какой его согласился вы сами то в это верите какие рамки ему какие границы какие рамки у ивана таких понятий нету больше почему я вам и сказала то что я не узнаю его все он он все он потерял все грани потерял все ему вовремя их не ограничили не поставили рамочки вот эти вот понимаете за которые выходить нельзя и все понеслось вот то что понеслось я тоже с кемеровской области как лера мастерку хорошо потом перестала смотреть теперь надо найти канал ю да на канале ю каждый день в 10 часов вечера с 10 до 12 идет дом 22 часа ты уже вышла в эфир нет завтра первый день моего прихода в эфир вот так вот как то так как то так так время у нас 146 давайте до 1150 посидим сегодня бегать не буду нас отвратительнейшая погода чтобы понимали а с другой стороны у меня сегодня выходной я не могу себе позволить правильно о дождик кончился ой свежий воздух холодно ой даже дым этот пар видите нет не хочу я не хочу я на пробежку нет никакого не малейшего желания мне бегать вот вчера я так хорошо позанималась на растяжку все остальное думаю как бы еще месяцок растяжки да меньше даже недельки две растяжки и все я на все шпагаты уже сяду вновь и нормально будет и пробежка и похудеть не надо щечки вообще пипец хотя я пытаюсь но на проекте это очень сложно сделать потому что ну как бы нет нет да все равно какую-нибудь гадость съешь там надо отдельно у админов наверное заказывать что-то такое для себя потому что у меня мало того что сахарный диабет так мы еще и худеть хотим понимаете да и вот это вот все вместе как бы вот так как то так можешь поставить ваня на место ребят мне это зачем у него есть та которая по идее готова с ним идти дальше по жизни это и в первую очередь надо сделать так чтобы иван осознал что как бы вообще не туда его несет и чем дальше тем хуже будет и это факт я не хочу тратить свою энергию в объяснениях знаете там в каких-то там я не спорю я больше чем уверен то что он бы прислушался наверное если бы наладили нормальное общение потому что если он мозгами то понимает что ни разу в жизни я ему не желала чего-то отвратительного или если что-то подсказывала и говорила и направляла это не потому что я хотела чтобы он где-нибудь как-то себя проявил неправильно всегда было так чтобы ну как бы ваня задумался чтобы у вани все получилось чтобы вани все было хорошо просто чтобы он научился включать голову и как бы все грамотно делать вот сейчас нет ни к чему кристина аж моими фразами заговорила помните я не эфиры все мои эфиры можете как бы пересмотреть и у меня часто звучала одна фраза чтобы быть с вами его нужно очень сильно любить кристина спускается с я это и на проекте тоже повторил уже когда пришла кристина со второго этажа спускается что-то начала говорить и мне такая знаете такая для бирж ты же понимаешь чтобы быть с вами его нужно очень сильно любить я я сижу хлопаю глаза мегу да ты говорю заговорила прямо моими словами это факт чтобы быть с вами его нужно очень сильно любить вот и чтобы отказаться от вами тоже нужно очень сильно его любить потому что потому что если ваня потерял уважение именно уважение к тебе то бесполезно общаться уже дальше лизонька удачно вернулась в правил да где трусы порвала ой блин давайте не вспоминать это спасибо большое спасибо вот так ребят давайте а то я ничего о 1150 я так и хотела закончить все я побежал по своим делам думаю чуть позже выйду еще в прямой эфир чуть позже не знаю еще пока когда после обеда вот но смотрите за stories я буду вам все 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 в stories выставлять куда зачем что с настроением и все остальное и вообще ребят почаще смотрите stories потому что я не могу сейчас много публикации кидать в рилс или еще куда-нибудь да как бы не хочу ленту сильно засорять поэтому я буду все выставлять в большей степени в истории вот все спасибо большое что со мной безумно люблю вас вы моя поддержка вы моя вообще награда я больше чем уверена я знаю этого действительно моя награда потому что с вами мне гораздо легче и проще как-то разбираться во многих ситуациях и как-то на душе спокойнее спасибо еще раз за ваши добрые слова и за поддержку я вас люблю хорошего дня